Талые игрушки Талые лалые лалые Провинция решает Ворота в ебаный ад Убери Сейчас мы будем вам демонстрировать как дешево купить шмотки Куртка хорошая с линзой Патч оригинальный Чемпионат мира Самарии не будет Пиздила или хулила или вонила Вот что блять узбеки то делают Животворящее Дум, дум, дум Три насто, три насто Уебашить каким-то кирпичом Отдашь тихи, а он им в самый зад Кто? Хуев, пальто Из плеч чулочков ноги Разрезанная пчонка И на край света убедут Из плеч чулочков ноги Разрезанная пчонка И на край света убедут Я дверь люблю как маму Люблю свой город детства И нет России без Твери Санкт-Петербург готовы Ростова и Смоленска Где по этапам нас везли Санкт-Петербург готовы Ростова и Смоленска Где по этапам нас везли Держи, чтобы по этапам больше не везли Спасибо, дай вам здоровья Вот в таких вот местах На, блядь, платформу Ме Карачарова Проходят собеседования в элитные магазины столичные Но это пиздец Тут просто людоедов только не хватает А вы говорите, блядь, дух провинции Тут две станции отъехал от центра И пизда полнейшая Причем две станции Одна из которых называется серп и молот, блядь И атмосферка там Прям вот характеризует коммунизм Который не успели построить Просто, блядь, ворота в ёбаный ад В ёбаный ад В ёбаный ад Теперь у нас? Да Атмосферка тут, конечно, ультра-галделая Но в таком бы подъезде я потусил, наверное, лет в 16 Я бы там сидел бы Попивал блейзер Или что там было в это время И смотрел, как вот эта вот еботина, блядь Вверх-вниз ездит Приятно было бы Просто подвисать и смотреть Вот такой я Такой плохой Плохой Вот такой я Субтитры сделал DimaTorzok персовали мы на одной крыше человек в шесть составом достаточно давно был полторезом вскрыли крышу мы что там раскутились у нас пиво было мы были молодые веселый день а причем это очень просматриваемое место очень хорошее такое козырное мы очень долго делали в итоге естественно мы запалились вылезли жильцы ну они что-то покричали и ушли обратно как бы не обратили внимание мы все закончили начали спускаться пришла у нас такая хорошая идея в голову надо разделиться на две группы двумя выйти первая группа выходит мы выходим второй группой мы выглядываем такие в окно подъезда видим как наши ребята просто куда-то несутся спускаемся вниз понимаешь что какой-то принимал его и мы про что уходим в итоге оказалось что жильцы вызвали ментов поймали только сала два других чувака бежали впереди у одного из них угонял амиго другой бежал за ним и кричал маме подожди амиго казалось что это мужильцы кричат конечно естественно уже в тот момент не мог думать откуда они там знают как его там зовут там пробежал там буквально пять километров по проспекту кирова по проезжей части поймал какую-то машину просто стопорнул сказал что вы хотели ограбить просил увезти его хотя бы на пару остановок он таким образом скрылся с места а мы преспокойно ушли оттуда оставшись стройкой вот но в итоге мой студенческий был вот у товарища которого приняли так получилось что мне в общем тоже пришлось с ним идти на следующий день решать туда вопрос по деньгам моментам положили в лапу денежку то есть собрали со всех ребят ну там в районе пяти тысяч немного в общем было мы записали все на диктофон естественно перестраховались но так получилось что эти менты в итоге нас сдали жильцам дома жильцы дом еще подали на суд на возмещение типа ущерба или мы сами красим либо нам там какой-то штраф выписывают вот но в итоге мы приехали и закрашивали двуличные особи у них была возможность все это дело на нет спустить учитывая что они взяли деньги то есть по сути они взяли деньги ни за что у большинства на самом деле работников ржд не видит в этом чего-то плохого если не ведешься агрессивно но всегда можно поговорить тем более на ржд не работают чемпионы мира по единоборству если больше двух человек то тут уже как бы вариант приняться это достаточно редкой ситуации надо очень постараться пояснить за что с ментами Должен. Выкинь банку за собой. Тут никто за тобой не будет забирать. Я ее заберу сейчас. Вот забери. Я тебе говорю, выкинь ее. Что ты ее тут оставил? Я ее не оставил. Ну вот я вижу уже, как ты меня оставил. Убери ее. Сейчас есть пакет. Вот засунь ее, блядь, к себе в пакет, значит. Привет. Привет. Мы с Казани подгона подъехали в виде чак-чака и розеток. Мне обошелся сейчас чак-чак больно дорого. Встретился я с нашим другом, который нам присылал таблички, висючки, эти провинции решают. Который на лбу ходил с номером из Казани. Он мне передал чак-чак. В итоге ему надо было поменять кроссовки в бренд-шопе. В итоге, блядь, пиздец, блядь. Сергей Сергеевич вперся. Вот у нас дохуя спрашивают, где дешево купить модные шмотки. Какие-нибудь казуальные и так далее. Мы сегодня в... Так, нам куда? По-моему, там метро есть где. Пришли мы с ним, блядь, менять кроссовки. Я вхуярился на две пары обуви. Так, ну-ка давай, обзор делай, что ты купил. Сейчас мы будем вам демонстрировать, как дешево купить шмотки. Давай. Кроссовки New Balance. Ну вот, в принципе. Оп-чек. Опа-чек. Опа-чек. Так, погнали дальше. Куртка. Куртка хорошей, с линзой. Не паленней. Мы зашли, короче, затестить группу Google Shop или что-то в этом роде. К сожалению, не знаю точно. Патч оригинальный. Свитер, как фабрика футбола, где ножом там резал, блядь, щука, где показывал он. Вот этот, женщины ебал на вписке. Такой щуп. Итоговая цена у Google вот этого. 30 с половиной. 30 тысяч 500 рублей. Где дешево купить? Хуй ты где дешево купишь эти шмотки. Запомни, пожалуйста, мой комментарий и не ищи. Иди, езжай в Европу. Оптом закупайся на мульт. Тогда тебе будет процентов на 30 дешевле. Иначе, дорогой мой друг, секонд-хенды. Еще самое главное. Это просто замечательный один из наших подписчиков. Во-первых, наш толерантный ко всем цветам паблик и канал еще раз доказывает то же самое. Потому что он, первое, болеет за Спартак. Второе, он из Казани. И все у нас нормально. Живем, не тужим. Гуляем по центрам. И не деремся. За руку хватали. Ну, вот охрана был сделан. Я в ответ просто ударил один раз. Если человек понял, что ничего ему тут, в общем-то, не светит, то он может только разговаривать. Разговаривать культурно. Ну, как бы, опять же, мы мирно порешали. Без поножевшины, без всяких. Не вижу смысла. Бухать? Я становлюсь слабее в эти моменты. Я просто это весело-весело. Но эти движухи всегда сопровождаются какими-то интересными историями, которые на себя хорошо познятся. Просто я не знаю, насколько они будут в чемпионатах мира с открытием. Поэтому не напоминать о себе. Как думаешь, что будет после чемпионата? Отвалят от людей? Я работаю в строительстве, грубо говоря, в сфере строительства. Я думаю, отношение будет такое же, как и к строительству сейчас. Сделали для галочки. И, соответственно, и они, наверное, уйдут. Ага. Это будет не нужно. Это же для общественности сейчас делать, для мировой. А потом уже интерес пропадет. Ну и, соответственно, я думаю, и нам все попроще. Причем даже это не то, чтобы к нам относится или к каким-то там субкультурам. Вообще просят к людям, что стараются неблагонадежно закрыть на время именно тех, кто на грабеже попался, еще на чем-то. Все, давай погоняем. Ну все, давай. Спасибо, спасибо. Вот, подогнали. Раз. Два. И самый прикол. Три. Чемпионат мира Самарии. Не будет. Где еще, как не в Москве, подгонят шар в Самарский? Здесь силы хулило-ванило. Почему так? Я говорю, это пизлак его надо было, блядь, посадить обратно. Кого? Пизлак, яцки, лагеря. А их обратно надо было посадить. Они в день час не ходили. А шило, мыло, пиздило, ванило, потому что хуже его нету. Хуже шило, мыло, пиздило, хулило, ванило. Ну всю жизнь, да, всю жизнь, до 50 лет дожить и не работать палец на палец несу. Да как это, пиздило или хулило и не ванило. Всю жизнь проработал и на шее у старухи просидел. Шило? Да! Просто, блядь, неужели этим людям всем нужны нахуй шоколадки? Какие чокнутые люди, блядь, вот, чуть-чуть сбавили цену на шоколадки и сразу заберут. Стадо какое! Что касается завтрака, мы миллион всяких каши спробовали, самый охуенный и наш выбор, это, блядь, каша Нордина. Причем, которая не заваривать, а варить именно 8 минут варки. Вот эта самая пиздатая каша, по мне, так... Просто высокий концентрат достойных людей в Ашане зашкаливает. Просто все замечательные люди, мне кажется, топят в Ашан в субботу. Тех, кого потрепало за неделю. И мы выходим сюда показать себя другим долбоебам. Ты, долбоеб, и покажи себя другим долбоебам. Тотик, а че, блядь, на свай, что ли, сыпет, чтобы на скользили ботинки, а? Смотри, как на свай, на скользят. Вот че, блядь, узбеки-то делают, животворящие! Что такое жижа под ногами? Жижа под ногами, под ногами. В ложах разлетается жижа под ногами. Ёбань, я давно с тобою не был. Вон, вон, вон. Поросимся? Ну, просто, вернемся, да. Давайте просто присядем. Здесь просто есть бензоналивная станция, вон там. Там постоянно местные, пытаются спиздить бензин. Короче, это на короткий. Сюда идем? По-моему, это чувак тоже рисовать сюда идем. А, Диман. А мы думали, это охранник с бензостанции. У нас в Самаре, в принципе, как бы достаточно дружный движух, чтобы, ну, вот сейчас вот у нас какие-то склоки там и все остальное, это больше как бы на словах все равно люди выясняют, разговаривают. Раньше, конечно, по-разному было. То есть, ну, все на авторитете, как бы, в большинстве случаев решается. Ну, вот Денис Вертигин, например. То есть, как бы, ну, я не думаю, что кто-то из граффити-движухи хоть когда-то захочет, там, грубо говоря, с ним ссориться. Ну, в открытую, во всяком случае. Он человек объективный и достаточно добрый, понимающий. То есть, ситуации-то у всех разные бывают. Вот, но как бы у него вот действительно серьезный авторитет есть. Тут у нас люди-то из разных сфер. То есть, кто-то и с, сука, футболом частично связан. Я не беру в расчет разборки пиздюков. Я не знаю вообще за них ничего. Лично по мне я не рисую в городе именно потому, что у нас очень сильно бафит. Нет смысла. Лично для меня кусок может провисеть пару дней. Для меня это барс-то ради одной фотографии. Мне проще действительно вот сделать такое, что уедет в другой город. И оттуда у меня там еще пять лет будут приходить фотографии со всех концов страны. Это очень приятно, на самом деле, когда вот то, что, например, сегодня мы сделали, оно уедет и всплывет где-нибудь во Владивостоке, проедет через всю страну. Даже не то, что кто-то сфоткает, пришлет, кто-то просто посмотрит. Ну, то есть, я не беру в расчет тех людей, которым это неинтересно. Я беру в расчет людей, которые что-то в этом понимают. Может, в Калининграде спрут будет? Да, он, кстати, периодически ловит мои трафики. Он не такой гост, как он пивка прилепал. Здорово. Как сам? Нормально. Не стыричь. Лёва. Мы сегодня... Лёва. Лёва. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дешевые шмотки Получай хуйню Хочешь сэкономить на здоровье Получай нахуй Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»